За каждым хорошим спортсменом стоит не просто тренер, а профессиональный наставник, учитель, друг и пример для подражания. Александр Гребенкин – мастер спорта международного класса. За годы работы во Дворце спорта воспитал в Когалыме десятки чемпионов. Высокий статус мастер подтверждает на турнирах и чемпионатах. В апреле копилку наград спортсмена пополнила золотая медаль. Трофей был привезен из столицы Башкортостана, где проходил открытый чемпионат России по самбо среди ветеранов. Поездка была хорошая, удачная. Если честно, я хотел всегда попробовать по самбо, побороться. Это первая моя Россия вообще среди ветеранов. У меня было три встречи. Было, конечно, не так легко, но свою работу, видимо, я умею делать. Одолев троих соперников из Кургана, Дагестана и Санкт-Петербурга, Александр получил право представлять страну на чемпионате мира, который пройдет в Таджикистане в октябре этого года. Буду готовиться. Впереди лето. Тренировочные вагеря будут. Можно съездить, потренироваться. Думаю, все же в планах есть съездить на чемпионат мира. Орлан Гаджиев и Клим Климачевский занимаются у Александра Гребенкина уже более пяти лет. За это время тандему тренер-спортсмен многого удалось достичь. За то время, пока я тренируюсь, я выиграл в Екатеринбурге первое место и на округе первое место. Округ выиграл, ну, и в Екатеринбурге тоже, но округ по большей части выиграл и за Александра Леонидовича. Благодарен Александру Леонидовичу. Для меня мой тренер является примером для подражения. Ну, я занимаюсь лет пять, ездил на округа, есть третье место. Хотел бы сказать спасибо тренеру. Любовь к спорту Александр воспитывает и в своих дочерях. Младшие часто посещают тренировки отца, а иногда даже присоединяются к ним. Воспитанники характеризуют Александра Леонидовича как строгого, но справедливого тренера. Пожалуй, таким и должен быть наставник, ведь иначе победы не добиться. Тем более, что на фортуну рассчитывать не приходится. Уж больно она переменчива. Ирина Фадхиева, Михаил Суканов, Наши города.